Ребята, всем привет! В данном ролике у нас будет сравнение двух лодочных моторов Tahatsu 9.8 и его копии Stealth 9.8. Это третья часть про лодочный мотор Stealth. В прошлом году я снимал сравнение Tahatsu 9.8 и Heidi. Сейчас мы попробуем сравнить Tahatsu 9.8 с лодочным мотором Stealth. Устроим гонки двух лодках флагман. Флагман 380 игла и флагман DK320. Эти лодки по своим скоростным характеристикам примерно равны, поэтому посмотрим, какой мотор будет быстрее. Послушаем звук работы этих моторов и узнаем, какой же мотор будет победителем в сегодняшнем тесте. Оба мотора являются моими личными, поэтому как-то специально расхваливать или обсирать какой-то мотор у меня никакой цели нет. Поэтому все будет максимально честно и максимально объективно. Вон Зелимхан приехал. Поздоровайтесь с Зелимханом. Зелимхан звезда. Я топлю, говорю, за китайцев. Так что сегодня ты держись. Китайцы сегодня победят. Так, ну что, ребятки, давайте взвесим моторы. Совсем близко не обязательно я, если что приближу. 26 килограмм. Ровно? Ну да. 26 килограмм. Как и заявляет, то Хатсу. Стелсика моего любимого. Зелимхан тоже его уже полюбил. Нет, ты ремонт его любишь. Не, не, не. Стелсик. 26 и 300. 26, 300? 26, ну да, 26, 300. Так, получается Стелсик. Стелс получается чуть-чуть тяжелее. Давайте сравним конструкцию лодочных моторов Стелс 9.8 и Тахатсу 9.8. Первое, что бросается в глаза, это цвет. У Тахатсу свет на солнце, он баклажанный. Так он выглядит кочерный, он такой баклажанный. Стелс имеет цвет серебристый. Стелс является копией лодочного мотора Тахатсу. Попробуем найти какие-то отличия. Давайте начнем с нижней части. Внизу все практически одинаковое. То есть никаких отличий от Тахатсу и Стелса по нижней части нет. По Дейдвуду все то же самое, абсолютно то же самое, кроме цвета. Поднимаемся выше. Ручка переключения передач один в один. Стелс имеет 6 положений угла дифферента. У Тахатсу тоже 6 положений угла дифферента. Тахатсу у меня 2014 года выпуска. Стелс 2024 года выпуска. Главное отличие во внешних это румпель. На Тахатсу румпель маленький. На лодочном моторе Стелс румпель идет от лодочного мотора Ямаха с чекой безопасности прямо на румпеле и кнопкой стоп. На Тахатсу кнопка стоп с чекой установлена прямо на моторе. Это конечно менее удобно, чем установка чеки на румпеле. Давайте посмотрим органы управления. У Стелса подсос. Коннектор подключения по типу Ямаха. У Тахатсу коннектор подключения свой оригинальный. Подсос на том же самом месте. По краске разницы практически нет. Даже Стелс как-то мне кажется ощущается более гладким. Но он просто более новый. Давайте снимем колпаки. Снимаем колпак с Тухатсу. Ну колпак достаточно такой. Ну достаточно тоненький. Это не Ямаха. Крепление колпака практически одинаковое. То есть разницы никакой нет. На Стелсе колпак мне кажется даже чуточку потяжелее. Но Стелса сам по себе потяжелее, чем Тахатсу. Так, давайте смотреть внутреннее устройство. Мотор имеет по два цилиндра. Разницы, если честно, практически я не вижу. Кроме цвета. У Стелса блок серый. У Тахатсу блок черный. Оба мотора имеют термостат. Отличие только в том, что у Тахатсу установлены клапана на шлангах по перекачке масла. У Стелса в шлангах шланги более тоненькие. И в шлангах клапанов нет. Но в целом все достаточно крепко. Также у Стелса вот такая колодка коммутации. Она тут болтается, не прикручена. На Тахатсу колодка вот здесь вот зажата таким хомутиком. У Тахатсу пластина имеет некоторый люфт, опережение зажигания. У Стелса пластина имеет меньше люфт, более жестко стоит. Визуальное отличие в колпачках. На Стелсе колпачки такие, ну, с юбкой. На Тахатсу колпачки без юбки. Особой разницы в этом, конечно, нет. Давайте развернем на эту сторону. С этой стороны на Тахатсу мы видим общий блок зажигания коммутатор плюс катушка. На Стелсе все то же самое. Блок зажигания плюс катушка. Блок, кстати, немножко другой. Внешне имеет более острые грани. На Тахатсу он такой более зализанный. Но в целом все то же самое. На карбюраторе написано стандарт of Japan, что обычно пишут на китайских моторах. Больше всего на Стелсе мне нравятся удобные румпели от Yamaha 15. Стелс сделан на заводе Pioneer. На Тахатсу румпель, конечно, так себе. Карбюратор стоит Keihin. На Тахатсу имеется такая втулка металлическая с серийным номером. На Стелсе здесь ничего нет. Просто углубление в блоке. Что, ребят, первая часть гонок. Я моему гостю Зелимхану предлагаю выбрать, на чем он поедет. Говори. Конечно, я китайцы выбираю. Свой тарахтелку можешь себе оставить. Зелимхан выбирает Стелса. Я это блюда на Китайцы. И 380-ю его берешь. Так, Зелимхан выбрал Стелс и 380-й Глу. Но у меня выбора не остается. У меня остается Тахатсу и ДК-320. Ну, а дальше мы, конечно, поменяемся и посмотрим, что будет. Поэтому смотрим. Так, ребят, вот мы два моторчика спустили на воду. Сейчас послушаем звук работы Стелс 9.8 и Тахатсу 9.8. Оценим звук работы на холостых и чуть-чуть подгазуем. И послушаем, какой будет, какой мотор работает тише и приятней. Заводи Стелса. Казани. Извините, Зани. Слушаем Тахатсу. Давай одновременно. Заведи. Нет, это громче. Громче? Громче. Тихо, тебе не казуй. Звук разный. Да. Разный, да? Разный. Этот погромче. Без этого. Без проказовки. Стелс. Тахатсу. На одинаковом расстоянии держим. На одинаковом. Тахатсу. Стелс. Теперь казани. Все собрание мнений нам вместе показалось обоим. И тебе тоже, да? Что чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Стелс погромче, да? Немножко. Да, да, да. Немножко, ну, немножко. Ну, я понял одно, что громче. Да, но это все ерунда. Оба мотора на самом деле громкие. Тахатсу сам по себе громкий, да? Ну, Стелс. Стелс такой же. Ладно. Это все была вступительная часть. Сейчас самое главное. Самое главное. Он обещал меня наказать. Я просто горю. Я просто мечтаю тебя наказать. Ага, ну вот, сейчас, ребят, сейчас самое интересное. Винты родные стоят. Мы весим примерно одинаково. Ну, в Зелимхан чуть полегче. Чуть полегче. Так, ну чего? Ты готов? Я-то готов. Раз, два. Поехали. Давай. У-ху-ху. Ни хрена себе, блядь. Ты че? Открыть. Давай, давай. Давай. Так, еще попробуем. Это просто был разогрев. Подъедь ко мне. Да, ну сейчас, наставьте. Да, сейчас мы еще раз попробуем. Сейчас мы еще раз попробуем. Гонка номер два. Да, ну вообще ты чуть-чуть легче. Во-первых, у тебя весело, нет? У тебя одно весло, у меня два. Давай не будем докапываться. Нет, ты где-то килограмм на шесть, на семь легче. Ну, я имею в виду, все вместе. Да. Вот, бензин у нас одинаковое количество. Ну, вот сейчас мы еще раз попробуем. Что-то я не пойму. Я не понимаю, как тут. Но уезжать все равно я тебя не уезжаю. Как у тебя так сильно получается, я не знаю. Ну что, попытка номер два, все то же самое. Да. Пишет. Раз, два, поехали. А давай-ка мы с тобой пересядем, а, родной. Так, ну пока мечты Зелимхады не сбываются. Вообще ужас какой-то. Сейчас поменяемся. Сейчас, да, сейчас. У нас пока сейчас все родное. Родные винты. Я сейчас попробую сесть вот в эту лодку. И мы тоже попробуем, попробуем. Вообще, знаешь, какой секрет, как нужно делать? Ну, сначала, когда ты разгоняешься, ты становишься ближе к носу, а потом лежи корме. И так, и так, у меня не получили. Я пробовал тебя. Я пробовал пересаживать, но двигаться. Да, я двигался. Ну, вот. Ну, ладно, подожди, подожди, подожди. Давай, хорошо. Я уже злюсь. Ха-ха, Зелимхад уже. И вот же джигитские эти, как кровь закипает. Я уже злюсь, закипаюсь. Вообще, просто жесть. У нас не принято на Кавказе проигрывать. Мне все говорят, почему ты постоянно проигрываешь. Ха-ха-ха. Ну, давай, пересядем. Да, сейчас, пересаживаемся. Знаешь что, смотри, ты выйди на глиссер, а я под тебя подстроюсь. Давай так. Да, да. Давай. И потом, раз, два, три. Да. Еще раз, два, поехали. Что, смотри, маски я на разcheи. ну что поменяли моторчики местами на этой лодке стелс со мной одним разгонялся насколько я помню 37 37 но 38 было иногда вот этот комплект со мной одним ехал 39 с половиной то есть где-то вот эта лодка вот эта лодка на тахацу 98 едет километра на 2 быстрее чем вот эта лодка на стелсе сейчас мы поменяли мотор и местами винты и по-прежнему что это стоят родные и посмотрим какая уже будет скорость сначала погоняем а потом поменять поменялись моторчиками узелим хана опять стелс у меня тахацу вообще вот эта лодка на 9 и 8 а немножко помедленнее да но здесь еще у первых моторы разные я как обычно на своем любимом да так сейчас давайте посмотрим что у нас получится по гонкам а дальше отдельно уже померяю скорость вот но сейчас зелим хана для должна победить по-любому не разгоняйся раньше все это нормально ты уже на слабо не решил меня победить да да ну чё а тахацу против стелса раз-два поехали а а а так но в общем увидели селим хан опять проиграл ты сколько раз выиграл мне это слово проиграл уже надо раз выигрывал вообще сколько сколько-то раз выигрывал один раз было по-моему точно очень смешно один раз верю к точно выиграл ну вот и по-моему да один раз было я с собой разговаривать не хочу так давай-ка мы с собой сейчас как сделаем поменяемся хорошо я за японцы ты за китайцы давай давай поменяемся так поменялись местами теперь земли мхан на тахацу с иглой 380 я на стелсики и dk 320 но сейчас зелим ханера победим не все таки просто сел неправильно неправильно сейчас но когда ты ехал ты как-то на расслабоне ехал за его слушает но я расслабился думаю я сделаю за счет лодки оказывается нет я ошибался же поменялись а потахать тахаться мне кажется более злой мне кажется тахаться быстрее но мы сейчас я потом еще скорость по мере я просто не могу тут одновременно верить кажется это одно давай попробуем да ну не мы сейчас проедем а потом еще скорость посмотрю да все погнали давай мне уже не терпится реально тахату очень приятно работает ну да стелс стелс погромче вот раз-два-три но здесь селим хан победил без вариантов вот так вот 5 баллов да это мотор сто процентов еще один заезд начало вставать вставай параллельно а давай еще разок давай туда готов готов на старт 2 3 а и а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я кувшинку поймал! Я видел! Я тебя победил! Победил чуть-чуть! Я тебя победил! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас я померю скорость стелс 9.8 и флагман 380 игла. Я вешу 100 килограмм. Сейчас посмотрим, какая будет скорость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На стелсе 9.8 скорость у меня получилась 37.5, иногда бывало 38. Сейчас я попробую на этой же лодке, на этой же лодке, но уже Тахатсу 9.8. Сейчас померяем скорость. Лодка флагман 380 игла, Тахатсу 9.8. Я вешу 100 килограмм. Вин штатный, с шагом 8.5. Давайте посмотрим, какая будет скорость. На стелсе эта лодка выдавала, насколько я помню, максимум 38. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас померяю скорость. Скорость на ДК 320 на лодочном моторе Тахатсу 9.8. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребята, в общем, лодка флагман DK320 на Tahatsu 9.8 едет стабильный 39, даже бывает 39 с хвостом. Сейчас померю скорость на DK320 с лодочным мотором Stels 9.8. Эта лодка на Tahatsu у меня ехала 39,5. Сейчас посмотрим, что будет на Stels. Так, ребята, ну на своем штатном Винсе, вот на этой лодке, получается, все-таки, все-таки чуть-чуть, чуть-чуть Stels помедленнее. Примерно на полкилометра в час на Tahatsu на этой лодке едет 39,5, и Stels едет около 39. Ребята, давайте подведем выводы по скоростным характеристикам. Так, в общем, выводы какие? Тахatsu потише, Тахatsu потише. Здесь 100%, правильно? Да. И вот с родными винтами Тахatsu порезвее. Где-то примерно вот на вот этой лодке разницы почти нету, вот на этой лодке там. А вот на 380-й игле Тахatsu где-то быстрее, примерно на километр. В целом лодочный мотор Stels мне очень нравится. Какие у него плюсы? Ну, во-первых, это цена. Цена значительно дешевле, чем у оригинального лодочного мотора Тахatsu. Stels дешевле в два раза. Второе преимущество – это румпель. Румпель от Yamaha 15. Это намного удобнее, чем вот этот вот огрызок от Тахatsu. Но в целом Stels работает, ребят, чуточку погромче. Не сильно, немножко, но погромче это ощущается. При сравнении, вот в таком одновременном сравнении, Stels работает погромче. Stels немножко помедленнее, чуть-чуть. Ну, там где-то на всех тестах у нас разница получалась примерно на километр. Stels 9.8 – отличный моторчик. Могу смело рекомендовать данный мотор к покупке. Все, всем спасибо за внимание. Ставим лайки и подписываемся на канал. Ставим лайки и подписываемся на канал. Продолжение следует...